и всем привет вы на канале тачкач меня зовут сергей и мы с тобой продолжаем прохождение правильно skyrim vr кстати говоря напомню в прошлой части мы договорились генералом тулеем вот эти вот товарищем который очень как мне не понравился не знаю почему то не знаю почему ты же такой дерзкий он во-первых низко римовский он не тут он прибыл хрен пойми откуда еще и понты какие-то свои будет мне нет дел не понравилось и разговаривать с ним я больше не хочу ой одноглазая чё с тобой с тобой час глазом то произошло да ладно давай ну ладно не пугайся так смотри юлька идешь идешь напомню в предыдущей части нам с тобой седобороды сказали вернее не совсем так не совсем так нам нужно драконий предел сделать так чтобы в него поместить дракона и там его начать пытать для этого нас отправили сначала к седобородом который будут делать или как это совещание между двух противоборствующих стран государств я не знаю сторон в крайнем случае первое это генерал тулей мы с ним уже договорились второй это это ульфрик буревестник которому мы собственно говоря сейчас и отправляемся а нам нужно с тобой куда нам с тобой нужно где это где ульфрик ты идти к ульфрик делся а вот он он находится где-то в винтхельме до конюшен благо мы с тобой дошли в прошлых частях до конюшен я там сохранился точечка для быстрого перемещения есть и значит прекрасно не нужно никуда особо далеко бежать мы просто с тобой разворачиваемся идем в город все все гениальное просто так ой ой с этим управлением с этим прыганием по играм по киберпанку по горной забываю немного управления вскоре на такое специфическое однозначно прям ух какое специфическое и тяжело иногда привыкаешь к одному потом начинаешь другое там третье появляется и путаешься в кнопках но ничего страшного ничего страшного я все-таки все должен вспомнить все должно быть великолепно ну в крайнем случае с управлением разберемся уж как-нибудь не первый раз так это кто это с кем это со мной а я думаю со мной уже только винхельм пришли мы же винхельме правильно правильно и сразу же на меня начались какие-то гоноры потому что любят всякие стражники там не знаю ульфрики не ульфрика все любят и меня погнать на даватины причем единственный кто может спасти все вот это вот вот царство скаримовская это я единственный единственный неповторимый человек во всем скариме ну нет они продолжают агрессивничать охранники даже не кричи все дела в мирных жителей пугаешь ладненько где ульфрик ух какой трон ух какой трон себе поставил это с кем разговариваешь галмар не я короче не буду подожди булки ульфик забей ты на него потом с ним поговоришь у меня дела намного важнее и воевать я хочу воевать с драконами я здесь не поэтому отвали жаль если передумаешь поговорить с галмаром но это я передумаю это будет другой разговор так т т т т т т т т т ну прям сара сначала первый диалог выберем у меня послание от сена баррой уже отвести глаза от неба и посмотреть на нашего кровавленную родину чего они хотя иди вот сам к ним и сходи и скажи они хотят заключить перемирие пока земле угрожают драконы что я глубоко уважающее нападение драконов происходит все чаще вот и все вот погнали политическая ситуация по-прежнему очень деликатно как сказал не рисунок на ярлы и готовы выбрать меня верховным королем именно поэтому проявлять слабость я не могу на это пойти если туда не придется будет будет у линисцы ой низцы низцы дабы сейчас попробуем убеждения не время заниматься политикой алдуин вернулся ты что адуин пожиратель мира из древних сказаний именно если это верно то мы все обречены не то есть я это неправда что ж тогда война за свободу скайрима продолжится в любом случае я не вижу смысла в переговорах с империей ой ну убеждение было же убеждение так ландова генерал тули уже согласились участвовать мы все еще держим половину скайрима несмотря на все усилия империи не думаю что имперцам хватит духа продолжать кровопролитие дракон какую серию вам уже дуракам рассказываю так ты приедешь на совет да я дам тулию последний шанс убраться из скайрима поджав хвост ой да вы просто посидите и понойте отлично короче со всеми договорились на самом деле это чуть-чуть прям вот малую мало вот так вот такой маленькую малость глупо потому что не пойми какой мужик по факту у меня никаких ни документов нету не то что седобородые со мной разговаривали абсолютно левый мужик пришел к одному сначала генералу пропустили абсолютно спокойно никто там меня нигде не задерживал не проверял там оружие из карманов не вытаскивал и точно так же я приперся к ульфрику то есть по факту любой наемный убийцы мог спокойно прикинуться мной дракона рожденным пройти и завалить любого из лидеров вот абсолютно спокойно без каких-либо это преград тем более если мы с тобой уже знаем есть существует такая штучка как братство какое братство 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 темное братство идти точно темное братство которые как раз таки выполняют такие задания почему бы не обратиться кому-нибудь из вот этих начальников чтобы они убрали другого начинки все на этом закончится оба седобороды ждут уже ждут я первый я первый день двое дети двое почему я должен красить и за вас ну-ка давай-ка аргрейн и так свершилось люди битвы собрались здесь в этих чертогах то только и камни которые я илюзко ищены миру нельзя было соглашаться собирать тут этот совет почему породом не стоило вмешиваться в такие дела тебе портурнак сказал так что язык свой на место он там наверху сказали что надо понял так только так балгарфа окажет нам свою поддержку ну да 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 нам по факту его поддержка нужно поэтому я и пошел на это нарушение всех наших обо всем будет разговаривать уже здесь и я уже тут ими свое место за столом совета и мы посмотрим сколь мудры эти воины skyrim я только понять не могу вы скума объелись во первых где стол где ты тут видишь стол а во-вторых а вот но эти хотя приперлись эти приперлись от клинки клинки здорово дельфина привет и не помню как избран избран здорово красавчик армгер не так ли да ты знаешь зачем мы пришли нас спустишь или нет вас сюда не звали вам здесь о банке начать терочки терочки между фракциями другими совете сколько и у всех вас даже больше чем у вас потому что именно мы наставили давагина на этот путь она права да ну воистину гордыня клинков не знает какая лютка высокая дельфина мы пришли сюда не для того чтобы опередить старые безбрана слышно она подкручу буш не ждет алдуина нужно остановить ты бы не собрал этот совет если бы не думал так мы многое знаем о ситуации и о том чем грозит нам а сбил его сбил извини продолжай 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 в ходите вот даже сейчас даже в этот момент уже практически решаемый уже практически тут драконы везде летают всех убивают все крошат громят и так далее они устраиваются какие-то терки и дельфин давай иди и иди давай давай иди чё ты не стесняйся проходи все будь как дома продолжают не пойми чё устраивать какие-то конфликты чё-то там еще непонятно какие-то разногласия непонятных мерятся всякими пипирками сами кто круче кто кого научил кто чё сделал о я кстати пойду в главу в оглавление но надо сохраниться обязательно нужно сделать сохраняшечку так вопрос в другом ой 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 твою дивизию сделал сохраняшку взял и сделал сохраняшку ты представляешь вместо того чтобы просто сохранить за перед ответственным моментом я перепутал кнопочки перепутал всего лишь кнопочки и все и все и вместо того чтобы сохраняшку делать и мы с тобой делаем загружашечку так ладно благо все не так долго хотелось бы ну-ка иди сюда так-то так аргейн аргейн они уже идут они уже вон тут стоят около двери так что поехали да свершилось это мы с тобой все делаем поэтому быстренько быстренько все скидываю диалоги я конечно же оставляю такие как и были тут будут терочки будут терочки так короче говоря не пока тут разговаривают они пока там между собой вот этот трепахаться трепаться будут и прочее мы пройдем за стол наконец-таки я знаю где стол вот он вот он он вот он он и в принципе так вот тут еще разок аккуратненько аккуратненько без всяких криков непонятно хотя никого не убил вообще никому ничего не сделал ты кто эрл элисив прекрасная вообще первый раз вижу чё за женщина такая наверно с кем с кем приперлась с генералом тулем с генералом тулем легатрики от мы ее видели видели уже по другую сторону у нас с тобой ух какой белый ты чё такой белый галмар каменный кулак ух какая рожа у него цели квадратный скулы непонятно либо ротка прикольный медведь прям прикольники так ладно нет это был брок от разговоров с имперцами те вообще кто спрашивал ты кто есть вот он будет разгар ты будешь стать и молчать понял так ярнул ульфрик буремецник иду-иду-иду все собрались я вас я только вас ждал вы чё мужики так садимся я первый я первый единственный кто сидит и представляет тоже прыгнуть пожалуйста присаживайтесь пожалуйста пожалуйста моим столом можете собираться кружку даже кружку дали не оскорбляешь нас присос корабль его не могу думать главную гонительницу таласа все отец что принято и вами решение не противоречит конкордату белого золота ой дартуте дартатай в имперскую делегацию и не тебе решать кого я приведу на совет если вы будете спорить об условиях проведения переговоров то мы ни о чем не договорить но по факту они правы я думаю стоит послушать что скажет нам с калсом сели понятно мира но и наглые же этим перца такие наглые вообще не знаю только что я буду сидеть за одним столом с этой там морской трянью ты постой а в чем в этом плохого то к тому же тули и сам ей не рад возможно но приводите ее сюда провокация тулей должен понять что не стоит как маленький мальчик серьезно лютка дай ему по щам вот серьезно так хорошо это задаст он всем переговорам эвелин а серьезно пусть будет как хочет тули пусть ему придется пойти на уступки что похоже ему придется думаю это ошибка не сколсел на твое решение в этом деле спасибо но она будет только наблюдать его перни и мы переговоров вести не будем это ясно но это логично это согласен только ненависти это не там морцы жгут ваших я не понимаю что нет не в этот раз тут важные переговоры чё за личные терки мы можем продолжить спасибо армии сначала мне нужно кое-что сказать и но вот началось роза кротик я согласился принять участие в этом совете только чтобы избавиться от дракона вот больше нам не о чем говорить и правильно сказал того отказаться от попыток подчинить давай не надо не вот эти провокацию какой язык она что он не сможет удержаться натуре от умерии и дать давакину возможность справиться с драконами не более того именно каю что сам факт переговоров с империей это уже широкий жест закончил когда пришел чтобы упражняться в риторике или перейдем дел не могу понять везде круче давайте к делу мы готовы продолжать ну это ко мне вопрос ульфрик ну генерал вот это вот это все остальные можете быть это беспрецедентный совет мы собрались здесь по просьбе даваки моей моей просьбе моей моей да да я прошу вас всех уважать дух высокого хроткара и сделать все возможное чтобы достичь прочного мира в скайриме но хочет открыть я я начинаю я я хочу начать делаю нам нужен маркард такова наша цена за перемирие маркард город ты смеешь оскорблять сенобородых пытаясь использовать этот совет в своих целях ты чё ярл элисин оставьте это возмутительно вы не можете принять его требования я думала что мы собрались обсуждать перемирие элисин я сказала ставьте это мне ольф серьез рассчитываешь что мы подарим тебе маркард за столом переговоров надеешься получить совете то чего не смог добыть на поле брони так и ярл ульфрик ожидал что получит что-то просто это кто сейчас сказал да это было бы на него совсем неплохо подождите генерал вы же не собираетесь просто отдать маркард этому предателю вот так империя благодарит нас за верность хватит хочу прояснить одну вещь этот совет созвал не я лично я считаю что это пустая трата времени и предать и умрешь ну началось то ёперный театр по крайней мере буду вещать сейчас договорят подожди подожди послушать сколько мы собрались тут по твоей просьбе я хочу знать о что-то оцениваешь вообще него что я вообще вам другое хочу всем сказать тут наверху вон там наверху понятно вот ты 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 и вон ты особенно главный балабол там наверху портурнахс кто-нибудь сука рыпнется я попрошу его и вам всем хана всем хана понятно это без учета того что я спасаю с кариб так арифтон что скажешь так винтерхолд вот это вы да ладно это мне предстоит выбирать что я как какими городами они поменяются винтерхолд не хочу трогать винтерхолд крутой арифтон а я не знаю подождите сервала всех твоих убью потом так винтерхолд вот это будет не хочу винтерхолд не знаю не хочу трогать с каритным будет рифт поможет нам установить надежную связь сиродил и станет угрозой для южного фланга ульф вот-вот-вот-вот ты его слышал ну дали честно вот встал ты ты готов к серьезным переговорам или прибыл только покрасоваться я ждал от тебя большего того кин я пришел сюда из лучших побуждений но ты на каждом шагу поддерживаешь я вообще ничего не делал что до тебя генерал тулей теперь я вижу что галмар был прав говорить с империей по-прежнему лютка дай его по щам пожалуйста если ты думаешь что сможешь удержать марка то совершаешь ошибку ровно как ваш император когда он отдал нашу свободу талмару скайрим больше никогда не склонится перед твоей лживой империи пойдем галмар нужно было тебя послушать сама серьезно и всегда был глупцом в дипломатии также слаб как и на поле боя довольно неужели вы настолько слепы что не видите настоящей опасности спасибо эсборн вы сидите тут встал такой сейчас эти на лопатки положу понял и висит на волоске а между прочим а 90 уровня дельфина если так советую велеть ему не болтать зря он со мной и я советую вам обоим послушать что он скажет прежде чем принимать поспешные решения понял вот он намного грамотнее чем ты не понимаете что означает возвращение драконов алдуин вернулся пожиратель мира уже сейчас он пожирает души ваших павших товарищей пока вот языком треплете сильнее с каждым солдатом погибшим вашей бессмысленной войне неужели вы не можете забыть о ненависти даже перед лицом смертельной угрозой я спрашиваю чё ты поворачиваешь голову ну наконец-таки до вас дошло всех насущным делам спасибо успокоился попердел покрасовался сел обратно и говорить что это мер на такие условия я не пойду наверняка у тебя есть на этот счет мысль кого не у меня же надеюсь как есть вы отдадите нам ялмарк и заберете с собой играть черную это кто сорли строительница станет ярлом морфола сколько у тебя еще требований ульфрик хочешь чтобы я отдал тебе весь скайрин боюсь у меня нет выбора пусть решает до вакин хотя я и начинаю сомневаться ты балабо лишь много я самый честный понял но можешь кроме аргейн кин блин соглашусь империя должна отдать или империя не нужно отдавать другие территории гос блин да что такое мне вообще по барабану отдай им чё им хочет испан сам нормальный потом отобьешь умы это лучшее на что мы могли рассчитывать думаю мы договоримся я тоже очень надеюсь генерал тули ну-ка сейчас мы достигли следующего соглашения маркард будет передан силам ульфрика ярл игмунд уйдет а донгвар серебряная кровь станет новым ярлом маркард и братья бури отступят из рифтона и откроют блин рисунду жалко в империи ярлайла рука закона уйдет и новым ярлом рифтона станет мавен черный вереск вот так вот вот так решили того что судьбу пару городов ульфрику а сорли строительница станет там ярлом не очень понимаю почему ему вот ему ярлу у ульфрику на и skyrim одержит свое слово пока импер досталось больше ему два города как я понял достался этому всего один это нечестно нравится тебе эти условия говори наверняка генерал тули и ждет твоего приказа выпендрился будет мне нечего сказать генерал вы показали себя добрым другом я уверена вы сделаете все возможное чтобы защитить наши интересы спасибо ярл элитин благодарю за верность империя может принять эти условия на срок временного перемирия пока дракона не перестанут угрожать по моему ее сместим а там придет час расплаты жди ему пойдет спасибо огромное генерал потеря маркарта высокая цена за перемирие давакин надеюсь дело того стоит я вообще этого город отбирать пытаюсь понял полагаю ты знаком с планом давакина он даю в курсе я готов сыграть свою роль скажи слово и мои люди помогут тебе захлопнуть ловушку только я не понял есть он что за империю как заманить дракона в драконий предел отличный вопрос вы же не пропустили эту мелкую деталь мне не не вот я сборочат разрули подожди как тикаре я предвидел эту проблему пока говоря готовилась эта встреча и работал библиотеки храма небесной гавани очень тихо я буду те вычитать негаданный запас утраченных знаний но важнее всего что клинки записали имена многих убитых ими драконов использовав карту драконник захоронений дельфины похоже я смог определить одного из драконов которого поднял андуин как это поможет нам а ты не понимаешь имена драконов это всегда три слова силы крики позови дракона голосом и он услышит где бы он ни был почему он явится на вызов он не обязан прилетать но дракон от природы горды и не отвергают вызова а я бы типа на дуэль буду вызывать услышав твой голос голос победителя алдуина дракон будет заинтрикован я думаю что он может сможет удержаться от того чтобы ответить на твой вызов нет сможет так ты скажешь как зовут этого дракона да конечно я не мастер голоса как эти достойные господа но написано но в этом свитке о wing крылатый снежный охотник если я правильно понимаю ох ничего себе резко встали я тоже хочу вставай вставай стал вот такие вот такие жесткие переговор кто это дельфинка ну давай конечно что с портурнаксом нет ни 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 сейчас делал кукну ты видишь я тебе вот я тебе не дам портурнакс этот дракон красавчик начнем с того то что не будет портурнакс вообще бы никто из людей не знал что такое голос понял 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 дольфин не дам его убить он красава нам нужна была его помощь теперь же не нужно и ему давно пора заплатить за свои что он старше тебя давай придал его не дельфину ничего не дам вот что хочешь делай не дам умереть он заслужил смерть и именно тебе предстоит иди сама попробуй я не буду ты чё пухло совсем ты видела на что сделали седобороды империя там там марса вот эти вот все они все пошли против себя все абсолютно ты одна единственная созвездка я не в тебя тыкую закрой рот пожалуйста пока я вон дельфинки он дельфинки чуть-чуть а можно вы а можно выйти так что вы имеете против седобородок насчет портурнакс а не буду я тебе подожди сейчас и поближе подойдет видеть твои наглые глаза видеть я на тебя смотрю куда такой насчет портурнакс ну значит мне придется вас убер на тоже трогать ему тебя убью за твой длинный язык понятно дракона особенно портурнакс трогать мне я позволю так почему он должен умереть слушай он помогал алдуину поработить наших предков в конце он может и предал алдуина но это не красит его репутацию скорее наоборот нельзя дать портурнаксу возможность предать теперь нас и вернуться к своему господину чё вот это вот счет это начинается я не могу понять у нас вопросы ты псих какую важность и ты понимаешь какую важность и вопросы а от сэм драконами со клятвой там клинков и прочей фигней пристала ко мне иди отсюда вот мы с людкой пока останемся и подумаем что же мы будем делать в следующей серии а ты пока комментируй ставь лайки и подписывайся увидимся в следующей части